Кипр 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 Мы хотим приглашать людей из Руси, чтобы посетить остров и взаимодействие от всех специалистов и специальных тренировок, которые доступны. Мы хотим предложить в плане медицины, у нас прекрасное медицинское обслуживание, и мы можем предложить их российским пациентам, так и просто туристам, которые прилетают на Кипр и хотят понежиться, потому что это может быть и СПА-процедуры, и прочие процедуры, которые необходимы как для реабилитации, так и просто хорошего самочувствия. Очень хорошо. Что вы хотели бы сказать тоже? Для реабилитации, или даже для людей, которые путешествуют, они могут использовать наши хоспиталы или клиники, и они должны чувствовать себя очень безопасно, и они могут получить лучшую качественность, которую они могут найти. Господин Радотос и Радотос, хочется сказать, подчеркнуть о том, что роль Кипра, конечно же, очень велика на российском, прежде всего, туристическом рынке, потому что Кипр очень давно известен как популярное направление по туризму. Он имеет очень хорошие позиции, очень хорошую репутацию у россиян, россиян очень любят Кипр. Ну и, конечно же, он очень многое может предложить в плане медицинского туризма, в плане реабилитации, в плане хорошего самочувствия и других вопросов. У нас прекрасно развита медицинская инфраструктура. Наталья, я, наверное, один из первых, кто занялся медицинским туризмом на Кипре, потому что 20 лет назад я начал работать с фирмой «Луис» и вывозил медицинский туризм в гостинице. Для меня даже открывали гостиницы, которые на зиму закрывались. У меня была своя передача на телевидении, и я вывозил 50-60 человек каждый месяц. И я хочу закончить тем, что я считаю, что у Кипра самые большие возможности и самый большой потенциал, который больше, чем у всех остальных стран в мире. Именно для России, с учетом климата, условий, отношений и всего остального. И если приложить немного сил, то это очень быстро реализуется. И в конце концов, я бы хотел сказать, что Кипра имеет правильные условия для реабилитации, которые, наверное, они будут, наверное, правильные в мире, в связи с климатическими условиями, в связи с хоспитализмом цифровых людей. И он надеялся, что мы получим все возможности для будущего успеха. И господин Родотес говорит, что он знает о том, что первый реабилитационный центр в Лимасоле был построен как раз русским владельцем, русским основателем. Но сейчас я открыл центр по реабилитации буквально месяц на базе как раз Анаргири, куда я приглашу лучших травматологов, лучших специалистов, где будет не только лечение, но и спортивные сборы, олимпийских сборных, все, с которыми я работаю. И два месяца назад, в доме Аянаргири-спа, они открыли реабилитационный центр. Так что он приводит своих докторов туда, и они будут работать не только в том числе здоровья, но и для спортивных реабилитаций, для спортсменов, и для трактных, как они нужны специальные. Я просто хочу сказать, что для того, чтобы Сайпуис был так популярным для обычных русских туристов, он должен быть также очень популярным для людей, которые нужны медицинские тракты, и Сайпуис был perfect, чтобы предложить это. Господин Пасол также хотел бы добавить, что ровно по тем же причинам, почему Кипр так популярен у российских туристов, это, конечно же, солнце, море, прекрасный климат, замечательные люди. Но именно по этим же причинам он может стать популярным, как медицинские тракты. И в этом году у нас рекорд по количеству туристов из России. Количество туристов приближается к миллиону. Это очень больший показатель, учитывая то, что население Кипра, в общем, совсем невелико. И это не случайно, это потому, что много было сделано для этого успеха. Если я хочу добавить что-то, мы будем сделать лучший в мире, лучший в мире реабилитационный центр на Кипре. То есть у нас очень большие амбиции. Я думаю, что в ближайшее время мы это сделаем. И мы надеемся, что мы сделаем лучший в мире реабилитационный центр с мистером Крисисом на фейсмах Альфаи Анаргинспарта. Спасибо. 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 Я стою в Москве, и я тоже стою в Москве. Я стою в Москве, или я стою в Москве? Я стою в Москве. Довоспроцент. Да, Довоспроцент, жалко. Я его пригласил тоже на балет. Потому что он хотел пригласить вас в Белет. Другой раз. Другой раз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok